Здравия желаю! Начинаем репортаж. Значит мы что делаем? Заряжаем вот эти ионисторы. 10 штук у нас вон стоят возле батарейки. Заряжается где-то 5 минут. Заряжается на обратной энергии. А потом 5 минут. 5 минут у нас вращается колесо. Мотор-колесо. То, что вы видите на экране. И опять заряжается. Тут получается надо... То есть это вечный двигатель. Слабый пока, но надо еще. Сейчас он работает через 5 минут с перерывами. 5 минут заряжаем, 5 минут крутится. А чтоб работал он бесконечно. Еще, наверное, 10 вот таких ионисторов на 500 парад. 10 штук вот так. Куплю. И в принципе такую модель уже можно применять на какой-то велосипед. То есть будет крутить. Без траты энергии. Здесь берем отсчетчики. На велосипеде можно применять какие-то батарейки. Они будут... Как сказать... Они будут заряжать и разряжаться. Пока эти будут, как говорится, разряжаться, они на обратном токе будут заряжаться. То есть, что из сети, что из батарейки вот... Поэтому можно на велосипеде принять. Итак, начинаем зарядку. Включаю. Видите, зарядку делаю через... Счетчик вот. Включил. Счетчик вот стоит. А зарядка идет. Сейчас посмотрим. Заряжаем, да? Значит... Вот сейчас... 5... 5 вольт зарядим где-то. 5 вольт зарядим где-то. 5 вольт. До 10 до 11 вольт. За 5 минут. Что вполне хватит при мощности мотора этого. 5 вольт зарядка. 460 вольт. При 10 вольтах он выдает... 460 вольт. Сейчас вам скажу. При 10 вольтах он выдает... Так. Считаю. 230. Разделим на 10. 23. 460. Разделим на 23. 20 Ватт. То есть, пока вот такая система, ну, для какого-то детского велосипедика. То есть, для детской машинки, бесплатно. Пойдет. А чтобы-то увеличить, надо ионистором закупить. Стук 100, наверное. Чтобы поставить. Хотя бы 50, чтобы поставить на такой велосипед. На взрослый. То есть, 10 есть. Еще штук 40 закупить. Но они компактные, в принципе, на велосипед они пойдут. То есть, компактные. Какую-то коробочку закрепить в раме. Ну, это велосипед, вот этот мотор, все ставить. И вот. Может другой поставить. Менее мощный там. Менее мощный там тоже не пойдет. Наоборот, более мощный. Ну, это вот есть велосипеды там с тремя колесами. Вот эти велосипеды. Вот это можно поставить. Там, в тележку. Колесо одно вот сделать. Передачу, чтобы она крутила. Вот это мотор. И батарейки, значит, будет две пары ионисторов. И батарейка силовая. Силовая будет заряжать. Потом, значит, на обратном токе будет возвращать-то все. Через инвертор. Вот этот выпрямитель, он брать не будет. Даже возвращать не будет, брать не будет. Он сразу возвращает. В итоге, в итоге, то есть, этот вариант, он весь останавливается. Получается, что у меня 10 ионисторов, она 20. Хотя бы. Еще 10. Да, на детский велосипед какой-нибудь пойдет. На коляску какую-то. Машинку детскую. То есть, игрушечную. А если закупить еще, не 10, а 140. То на велосипед уже пойдет. Как вечный двигатель на велосипед. Это уже неплохо. То есть, уже как бы для применения в промышленности. А если закупить много там, 200 штук, то это на машину можно. Но они, видите, они занимают места мало. Вот. Вот он. И то у меня здесь в коробке еще место есть. То есть, сюда вот здесь стоит, еще войдет штук 6. 18. То есть, плоскую коробку там штук 100 может войти. Вот сейчас заряжаем. Вот сейчас у меня секундомер тут. Сейчас посмотрим. Так, секундомер. Не включил. Ну ладно. А вот есть. Не включал. Ну ладно. В принципе, можно по этому посмотреть. Здесь вот на время. На ролике-то время будет. Я знаю, что я уже это делал. 5 минут заряжает. 5 минут двигается. 5 минут заряжает. То есть, два раза уже делал, прежде чем показать. Так. Сейчас, значит. Мы тогда будем раз секундомера не включал я. На обратную подать. Мотор включим. Лучше секундомер включать. Значит, будем смотреть по вольтажу. Так, примерно даже вольтаж не смотрел. Вот сейчас. 8. Еще 2-3 вольта. 10-11 подберет. Можно запускать. Сейчас 8. То есть, здесь посмотреть, когда я включил. Когда я включил кнопку, я показывал в ролике. Это вы можете увидеть. Так. Можно секундомер включить. То есть, ждем, сейчас дойдет до 10. До 11. Можно включать. То есть, как я не секундомер не включил, поэтому надо бегать. Так. Смотри. Сейчас 9 уже. Еще пару минут. Пару минуты может запускать. Сюда уже включим секундомер уже на эту самую. Замерять, сколько колесо будет до полной остановки. Сколько будет купить. Ну, сейчас вот сам виноват. Сейчас вот надо бегать. Еще немножко. Еще немного. Все. Продолжение следует... 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 а этому выпрямителю ведь ему не важно сколько ему не важно сколько этих самых все встал 4 448 где-то 5 минут заправлял 448 около пяти но у меня выходило одинаково все на этом заканчиваем